Еще я хотел бы немного сказать из своей жизни, последние два года, в этой ипостаси начало и современный период, придя на то место, где нахожусь, я до себя, надевая розовые очки, понимал, что и улыбался, и вручал этот интеллект навстречу любому входящему в кабинет. Где-то через месяц примерно пришло сознание, что люди просто тратят мое время, время, которое может быть вложено и трансформировано в дело. Я подумал, ну вот сейчас я перестроюсь, поменяюсь, вот два года прошло, я продолжаю улыбаться, люди продолжают тратить время. Да, и вот все-таки та среда, в которой работает каждый конкретный человек, она накладывает определенную модель поведения, и все зависит от того, какие отношения внутри этой среды. Вот, и иногда приходится вот включать вот ту барышню на трубке, да, которая просто для того, чтобы отсечь людей, которые просто тратят время. Вы знаете, каждый вопрос задали, потому что почему-то, когда мы говорим об национальном интеллекте, я сюда переход сделала, потому что именно это у нас сегодня не работает. Это основная проблема, что мы недоброжелательны друг другу, да, вот два полюса. Нет, нет, я имею в виду вникание, понимание проблем у каждого человека, а проблем очень много, то есть, ну примерно 10-15 человек за день, это в общем-то рабочий день. При этом вот утром бумага на столе лежит, и ты понимаешь, что вечером по этой бумаге ничего не сделано, а ты вроде 15 человек принял, в каждой проблеме постарался разобраться, а дело-то не сдвинулось. Ну, вы знаете, здесь в общем-то уже структурируют нужно как бы управленческие механизмы, но это ни в коем в мире не снижает значимость вот этих навыков. Дело в том, что вот я на одном из тренингов слышала, на тренинг кондиционального интеллекта, он сказал тоже удивительную вещь, с которой я не могу согласиться. Он говорит, ну не надо везде импотировать. Именно импотирование и дает знак вам, понимаете, стоит тратить на это время человека или нет. И адекватно реагировать, понимаете, на него. Вот именно этот навык, он позволяет вам быть адекватным ситуацией. Не перегружать, и не только одну модель использовать, ту молоточную или наоборот, вот с этими розовыми очками, а моделировать в зависимости от ситуации. И от зависимости от того человека, который зашел, и когда вы видите, что, для чего, стоит или не стоит. То есть эмоции нам позволяют быстрее считывать, да, вот эмоциональный эгипт, эмоциональный интеллект, вот развито, он позволяет нам, в общем-то, ускорять эти процессы взаимодействия. Поэтому они и гибкие. Поэтому, коренной вопрос, мешают или, наоборот, способствуют эмоции в работе, да, то есть вот об этом же. И вы начали с того, что очень жестко ведет тренинг, вот там, один из тренеров. В большей степени, в большей степени, эмоции, наверное, сегодня мешают, эмоции нужны, нет, нет, я... Мы не говорим об эмоциональном интеллекте, о регулировании эмоций адекватной ситуации. Вот в этом и есть разница. Извините. Хорошо. То есть я уточнила, потому что эмоции не контролируют, они мешают, это однозначно. Эмоции не контролируют, они, наоборот, еще вредят, понимаете? Конечно. Мы говорим об эмоциональном интеллекте. Если вот этот момент как бы не прозвучал, я хочу это дополнительно озвучить. Эмоциональный интеллект, он предполагает интеграцию, вхождение, да, получение информации, быстрой переработки и адекватного реагирования. Потому что если вам нужно показать, это не значит, что вы, если вы обладаете, вы должны быть добрыми. Это не в этом смысле, это и не об этом, это другая песня. Это, это говорится о адекватности. Эмоциональный интеллект, он использует тот потенциал, который нам дала эволюция. Быстро реагировать на обстоятельства и благодаря этому выживать. И благодаря этому быть эффективным, понимаете, в собственной жизни и в взаимодействии с другими людьми.